Пробуем предпринять с позиции научной стези и взглянуть на мир Карлоса Кастанеда с точки зрения современных психологических, философских, гуманитарных видений. И я хочу пригласить сюда своего коллегу по ассоциации транспорциональной психологии и психотерапии, члена президиума этой ассоциации, Максима Ашуркова, который специалист в современных психотехнологиях, а также переводчик книжки Арни Минделла «Дао Шамана», первое издание «Дао Шамана», второе издание «Тело Шамана». Вот эта черненькая книжечка, которая была первой в серии «Миры» Карлоса Кастанеды, где Минделл смотрит на мир Кастанеды с точки зрения, разрабатывая им передового подхода процессуально ориентированной психологии или процессуальной работы. Вот Максим эксперт в самом современных психотехнологиях, в МЛП, в транспорциональном коучинге, и он сейчас поделится своим опытом. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ага, замечательно. Спасибо большое. Только вот сейчас небольшой дисклеймер сразу можно. Вот отказываясь от титула эксперт, ну скажем так, продвинутый и приверженный пользователь. И перед тем, как начать, просто хочу сказать, что так же, как и у большинства моих уважаемых коллег и друзей, для меня знакомство с Кастанэ началось именно вот с текста. И вот поднимите, пожалуйста, руки. У кого, вот кто вообще считал Кастанэ, кто вообще знает предмет разговора? Ага, спасибо. А у кого такое было? Вот вы прочли, и есть ощущение, что это правда. Вот абсолютно безосновательное. Вот как бы некая внутренняя рифма с чем-то в тебе, да? А у кого было, когда вы читали его книжки, ну вот где-то вот, ну тюльку гонит? Ну вот это точно туфта. Да, вот было такое, да? Вот гораздо меньше рук поднимаются, но тоже поднимаются. И я бы хотел предложить для вот этого короткого анализа, я надеюсь, почему, собственно, я именно эту тему выбрал. Именно вот как было предложено Анатолием Орлашиным для практики, да? Мы, и как было упомянуто Олегом Вавиловым, мы действительно люди книги. Мы действительно цивилизация, которая построена на письменном тексте. Древнейшая из дошедших до нас цивилизаций, наследниками которой, хотим мы этого, не хотим, мы являемся, да? Цивилизация Древнего Египта, у нее единственный есть Бог, воплощающий одновременно две вещи. Он является покровителем письменности и покровителем магии. Вот ни в одной другой культуре нам известно, и нет Бога, который заведовал бы именно магическими вещами. Это Бог тот, Бог письменности, да? Одновременно Он Бог Луны, то есть самого древнего и глубокого, да, вот что-то потаенного, что есть в нашей душе, что вот отзывается, откликается. И вот возвращаясь в основной текст, именно через книги, через сам процесс их прочтения, вот как можно было бы вот увидеть, если бы вот увидели бы зал со стороны, мы, к нам, по крайней мере, ко мне, вот пришло первое ощущение того, что магическая реальность, она каким-то образом присутствует в так называемой объективной реальности. И для того, чтобы вот это использовать для поддержки практики, я хотел бы предложить очень короткий такой вот экскурс. В Кастанеду, и вот концепт следующий, да, если коротко, да, поэтому я буду немножко перескакивать с темы на тему, как, ничего, пока нормально? Спасибо. Первое, самое главное, давайте предложим концепцию трех реальностей. Вот первое, вот мы уже упомянули, такая некая реальность нашего собственного магического трансперционального опыта, вот что-то такое, что в нас, безусловно, достоверно. Вот мы это чувствуем, вот оно так. Вторая концепция, именно благодаря Кастанеде в этнологии, антропологии стал появляться термин «консенсусная реальность» вместо объективной. Да, вот то, что, помните, очень многие авторы видео выступления говорили о том, что Кастанеда бросил как раз вызов самой концепции, да, западной философии, где все было как бы просто и ясно, есть реальность субъективная, которая, ну, и можно сотнями лет спорить, так сказать, она есть или ее нет, есть реальность объективная, да, то есть как бы два полюса, да, и вдруг появляется вот такой как бы третий полюс, да, и тогда мы можем сказать, что может какая-то объективная реальность есть, а может ее нет, но точно есть консенсусная реальность, то есть консенсус, мы все договорились, что это так. Волга впадает в Каспийское море, лошади любят овес, гравитация притягивает нас к центру Земли, сейчас это в нашем консенсусе, с такой-то силой. Кто знает, как мы видим окружающий мир? Подскажите. Как мы вообще видим глазами? Электромагнитное излучение определенной части спектра входит в наши глаза, отраженные от предметов, и тогда мы видим. Это сейчас наша консенсусная реальность. Каких-нибудь 400 лет назад все знали, что из наших глаз что-то излучается, они как щупальца тонкие выпускают некую субстанцию. И мы ей общупываем мир. И сначала то, что для нас консенсус, это была ересь. И вот только первый эксперимент Леонардо да Винчи доказали, что вот немножко оно-то вот так. И это стало реальностью объективной. И есть третья реальность, да, вот эта реальность художественного произведения. Есть наш собственный опыт, давайте еще вот эти вещи, помните, возвращаясь, читали книжку Кастанеды, и все-таки есть что-то, с чем я соглашаюсь, но оно только мое, да, вот оно в моем внутреннем мире. А есть что-то, что создает текст. Ну даже когда врет, но все равно красиво. Вот бывает такое, вот вы читали книжку, и вы знаете, что, ну вот этого нет, это вот автор выдумал. Это не в его реальности нет, не в вашей реальности нет, но читать красиво, да. А у кого такое было? Вот, как бы, врет, но врет красиво. И Кастанеда, наверное, был вот, он именно для нас уникален и интересен именно тем, что он создал первую точку прорыва, да, точку, где все эти три реальности сошлись вместе. Ну, помимо других замечательных вещей, уже упомянутых, он был первым до всего Нью-Эйджа, который придумал, что духовный поиск, причем твой личный духовный поиск, не, внимание, внимание, не обучение других, а вот именно сам, как бы, процесс отхода духовного поиска, ты можешь монетизировать, ты можешь превращать это в деньги и в богатство. Вот те самые квартиры на Кутузовском, да, это же, это даже не то, что он там что-то писал для людей. Если вы возьмете книги Кастанеды, кто из них, кстати, что-нибудь выписывал? Или так на полях делал отметочки, ага, чтобы вот туда пойти, мне нужно сделать вот так. Первые, наверное, девять книг, по крайней мере, вот, там вообще же нет указаний на то, какую практику делать. Да, то есть человек что-то записывал, он никогда, кстати, обратите внимание, он никогда не возвращался к проделанному опыту, он никогда не, так сказать, вот, не писал о том, вот я там учился делать вот так-то, а потом к этому я добавил еще такой-то пас. Говорит, этого ничего не было в книгах, да. Он просто писал свои впечатления, выполняя практику. Кто читал, помните, что Дон Хуан какой-то книг ему сказал, говорит, вот, держи свой блокнот обеими руками и записывай в нем. Это твоя практика, тебе надо все превращать в слова. И благодаря этому, этой практике, которую он превратил в источник дохода, мы смогли, каждый для себя, создать свою индивидуальную практику, читая его книги. И в этом ее уникальность. Если говорить с точки зрения вот такой мейнстримовской консенсусной науки, он, конечно, гениальный мистификатор. Потому что, и, опять-таки, поищите в интернете, замечательный наш специалист по истории коренных культур Мезоамерики, Галина Ершова, у нее была прекрасная статья, где, ну, вот, как бы, показано, что он великолепно замел следы. То есть он выбрал именно такую последовательность описания реальности, которая сохраняет этнологическую достоверность, с одной стороны. С другой стороны, это совершенно точно не так происходило. Если предположить, что это происходило, то это было как-то по-другому. При этом, к сожалению, вот сейчас у меня уже ускользает из головы имя американского специалиста в области культур, вот этих коренных культур, да, который сказал, выдумать, вот именно в терминах, вот просто сесть и все выдумать. Вот если бы Кастанеда это действительно бы выдумывал, то тогда он бы был гениальным писателем. Именно не исследователем, не мистиком, он был просто вот гениальным выдумщиком. Но это не выдумка, да, это гениально заметенные следы. И при этом, ну, в моем личном поиске, да, мне удалось, как я не пытался отследить, только два момента. Мне довелось беседовать с человеком, чью анонимность я обещал сохранять, потому что согласиться с Карлосом Кастанедой среди современных ученых, кто в курсе, наука – это тоже религия. Да, и там есть свой мейнстрим и свои еретики. Поэтому нельзя соглашаться с Карлосом Кастанедой, тебя отлучат и предадут анафеме. И этот человек для меня достоверно доказал, что да, Карлос Кастанеда путешествовал в Америку, то есть вот туда, вот в те регионы, где, в принципе, можно с этими культурами встретиться. Но это так, это все, как сказать, что человек ездил в Сибирь. Да, она большая, Сибирь большая, да, вот этот район юга Соединенных Штатов Америки и севера Мексики, он такой вот большой, где-то там, две с половиной Франции уместится. Вот поэтому где-то там он был и пьет, кушал. То есть вот это точно научно доказанный факт, да. На выходе мне вот посчастливилось беседовать со Стэнли Крипнером, который действительно подтвердил, да, что в его наблюдении и практикующего, да, и исследователя шаманских культур, Карлос Кастанеда действительно знает то, о чем он говорит. Что же это дает тем, кто читает его книги? Или смотрит видео, где его ученики, или, ну так, если говорить достоверно, те люди, которые назвали себя его учениками, ну что же мы можем знать достоверного о человеке, который вообще документы подписывает через неделю спустя своей официальной смерти, да. Но они делают что-то такое, и это что-то такое срабатывает. Опять-таки, если верить свидетельствам человека, которого мы увидели на экране, это дает несколько вещей. Во-первых, уникальная возможность пользоваться тем, что создала культура бесписьменная. Обратите внимание, большинство шаманских традиций, и даже просто таких, хотя, конечно, употребление слова «шаман» по отношению к практикам, которые отображены в книгах Кастанеды, это спорный вопрос. Он, кстати, никогда не называл их шаманскими в первых книгах. Только вот в последующих, которые стали достаточно более спекулятивными и такими литературными, и где он уже просто подбирал трендовые слова, Дон Хуан, его последователи начали называться шаманами. Там в первых книгах звучало слово «брухо», которое на русский язык лучше всего переводится словом «колдун». То есть человек-аутсайдер, для социума неизвестный и, скорее всего, опасный, и при этом, ну, может и помочь. И дальше появилось замечательное слово. Вот первый изысканный по своей, как выразился один мой коллега, тоже последователь Карлса Кастанеды, но именю опять не назову, потому что он одновременно является доктором антропологии, говорит, что изысканная корявость переводов передает очень точный смысл, которого, кстати, соединяет латиноамериканскую культуру с российской. Помните, человек-знание? Такой термин. А кто осознал, что в русском языке есть слово, прекрасно это передающее? Ведун. Ведун, ведать. В Сибири так и говорят, кстати, про человека со способностями, знает много. Как синоним слова ведун. Говорит, а это кто? А он знает много. И, ну, чтобы не называть ведьмой, колдуном, чтобы человек, а то ведь услышит, обидится, порчу нашлет. Говорит, а знает много, вроде как так уважительно звучит. И вот это соединение двух вещей. Теперь мы можем прочесть и таким образом, что вот эта реальность может что-то инициировать в нас. Послужить катализатором. Потому что самое главное, да, вы помните, что в этих книгах, кто читал, герои этих книг достаточно жестко относятся к своему опыту и к опыту других людей. У них такая достаточно категоричная система суждений, да. Есть что-то, что достоверно, а есть что-то, что они так и называют. Куча чепухи. И уникальность Кастанеда еще даже не только в том, что он открыл ворота Нью-Эйджу. Он еще и поставил очень четких стражей у этих ворот. Да, вот это вот отсечение всего того, что является вот ширпотребом, обманом себя, такими одетыми в магические одежды нашими страхами и внутренними лжами. Вот то, что, опять-таки, в первых периодах так и приводит индульгированием. То есть, вот, а последующих переводится как потакание себе. То есть, выдача самому себе индульгенций. И только каждому из вас судить, насколько вам нужно и потребуется заниматься теми практиками, которые есть во множестве. и теперь можно туда просто сходить, этим заняться. Можно скачать из интернета, попробовать что делать самим. Ну и, наверное, приятно будет сказать, это такое небольшое потакание о себе, что некоторые из самых-самых ранних записей, которые вы можете найти в интернете, там будет звучать голос, похожий на мой. Но главное-то вот про что. Да, Карлос Кастанеда действительно пишет про то, что он знает. Знает именно в том смысле, которым это слово употребляли русские люди, владевшие магической традицией, и том, как это употребляли люди средневековья. То есть, вот, который говорит, что знание само по себе есть сила. Knowledge in itself is power. И второе, он действительно никогда не предлагал это знание другим людям. Он предлагал свой процесс, говорил, смотрите, вы можете на это поглядеть, а дальше делайте с этим, что хотите. И третье, самое важное, он предложил нам систему маркеров, которые позволяют нам проверить, туда ли мы двигаемся, куда хотим. И это является настолько, насколько мне удалось установить, достоверным консенсусным фактом, который одновременно является магической реальностью и способом порадоваться хорошему литературному тексту. Большое спасибо вам за ваше внимание. Аплодисменты.